В арсенале марки Lexus появился новый кабриолет. Вместо модели SC430, снятой с производства, японцы предложили менее дорогую машину со складной крышей – AS250C. Как следует из названия, кабриолет был сделан на базе популярного седана IS. Несмотря на внешнее сходство, почти все кузовные детали пришлось переделать. От седана ему достались лишь фары, капот, дверные ручки и зеркала. Сильнее всего изменилась корма, ее пришлось изрядно удлинить, чтобы сюда уместилась трехсекционная крыша. В результате задняя часть машины выглядит наиболее спорно. Главное в кабриолете – это, конечно же, крыша. У Lexus она складывается за 20 секунд. Отличный результат. Механизм работает почти бесшумно, но воспользоваться им можно лишь на стоящем автомобиле. При манипуляциях с крышей парктроники контролируют пространство за автомобилем. Это необходимо, потому что при открывании и закрывании крышка багажника выходит за границу заднего бампера. Это нужно, чтобы не повредить систему. При сложенной крыше место в багажнике сокращается с 580 до 235 литров. Немного. Впрочем, если кто-то ищет грузовой кабриолет, присмотритесь к пикапам. Салон, обтянутый белой кожей, с деревянными вставками, выглядит роскошно и создает хорошее настроение. За это ему легко можно простить некоторую непрактичность. Вернее, маркость, потому что с практичностью здесь все в порядке. Водительское место вверх удобства. Оба передних кресла снабжены вентиляцией и подогревом. Рулевая колонка регулируется по углу и по вылету. И все это входит в базовую комплектацию. Аптитронная доска приборов подстраивается под освещенность. Данные всегда хорошо видны. Чего нельзя сказать о центральном дисплее, на который выведены все сервисные функции. При открытой крыше он бликует на солнце. К недочетам можно отнести скучноватую переднюю панель и болты, которые выглядывают со ступицы при повороте руля. Это несколько не вяжется с общим премиальным настроением этого автомобиля. Ведь Lexus оснастил свой кабриолет по высшему разряду. В комплектацию входят бексиноновые фары с функцией поворотного света и фонари на светодиодах. Оба передних кресла обладают памятью настроек. В машине есть двухзонный климат-контроль, блютуз, жесткий диск на 40 гигабайт, а в подлокотнике спрятаны USB и аудиоразъемы. Для прохода назад достаточно нажать кнопку. Двери в кабриолете значительно длиннее, чем в седане, поэтому проход на задний ряд получается достаточно широкий. Сидение сзади почти столь же удобно, как и спереди, но уместится здесь не каждый. Скажем, за водителем моего роста я могу сидеть, лишь разведя колени в стороны. Lexus оснащен мотором в 2,5 литра, мощностью 208 лошадиных сил. В динамике этот автомобиль несколько уступает седану, ровно 9 секунд требуется кабриолету на разгон до сотни. Мотор при этом работает очень тихо и мягко, очень плавно, без рывков и вибраций. Подвеска отлично отрабатывает все неровности, которые вам встречаются на пути. В салон доносятся лишь гулки и шлепки, но не шум и не вибрации. И в то же время машина хорошо держится за дорогу в поворотах. Аудиосистема и климат-контроль подстраиваются под условия движения. Так, к примеру, климатическая установка меняет направление, объем и температуру подаваемого воздуха в зависимости от того, открыта ли крыша, открыто ли стекла, с какой скоростью вы движетесь. Японские инженеры хорошо справились с потоками воздуха при езде с открытым верхом. На прогулочных скоростях ветер в салон почти не попадает. Мы едем со скоростью около 60 км в час. У нас открыта крыша и поднятые стекла. Как вы видите по моей прическе, в салоне практически не дует. Попробуем опустить окна. И ветра становится несколько больше, но все еще комфортно. С ростом скорости вы заметите, что мои волосы будут развиваться намного больше. Но, включив подогрев сидений, даже сейчас, когда на улице 16 градусов тепла, мне не холодно в майке. Менее комфортно будет пассажирам задних сидений, особенно при боковом ветре. Как вы видите по ремням безопасности, на втором ряду завихрений куда больше. Главное ощущение от управления Лексусом – это постоянная забота электроники. Единый комплекс электронных систем управляет всей динамикой автомобиля. Крутящим моментом двигателя, рулевым управлением, тормозами и курсовой устойчивостью. Электроника незаметно вмешивается в управление автомобилем до возникновения критической ситуации. И тем самым бережет нервы водителя и пассажиров. Компьютер настолько контролирует автомобиль, что будущий владелец может даже и не узнать, какая ось у него ведущая. Кстати, привод на задние колеса. Подобный характер присущ и другим моделям Тойота и Лексус, для которых также свойственна неотключаемая система стабилизации и ориентация на безопасность движения. Некоторым японским машинам хочется пожелать больших драйверских амбиций. Но в случае с кабриолетом таких претензий не возникает. Ведь этот автомобиль создан для солнечных дней и безмятежных загородных путешествий. За рулем Лексус вы не сможете слиться с автомобилем. Не поставите рекорд скорости, не будете слушать рев мотора или испытывать перегрузки в силовых скольжениях. Этот автомобиль умеет быть совсем незаметным, оставляя место для самого главного – красивой природы, пения птиц и вашего хорошего настроения. Чтобы поддаться скромному обаянию буржуазии и купить японский кабриолет, придется заплатить не менее 2 миллионов 250 тысяч рублей. Это на полмиллиона дороже седана IS в аналогичной комплектации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова